Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал, посвященный косметике и красоте. Сегодня у нас снова в эфире пустые банки, на этот раз за январь месяц, точнее даже на самом деле немножечко за февраль, потому что, как всегда, я снимаю с запозданием и нахлёстывается. Ну, в общем, за последний месяц пустые банки. У меня здесь несколько макияжных средств, давайте с них начнем, а потом перейдем к уходовой косметике, которая, естественно, заканчивается у меня в больших объемах, чем макияж. И первое, что у меня не столько закончилось, сколько просто испортилось, это вот эта миниатюрка туши от Nars, которая называется Climax. Она у меня лежала в косметичке, которая предназначена для поездок, потому что до всех этих событий, которые привели к закрытию границ, я довольно много ездила, чаще всего в Польшу 2-3-4 раза в год к своей родне, ну и плюс еще я ездила в Россию периодически по работе и просто так к друзьям и по работе в какие-то другие страны. В общем, много раньше у меня было поездок, и была у меня такая традиция держать какую-то миниатюрку, обычно люксовой туши, потому что именно люксовые туши в миниатюрках продаются для поездок. И вот для этих целей была куплена, чтобы попробовать и удовлетворить свое любопытство, и чтобы возить с собой в поездки, была куплена вот эта миниатюрка. Но последний раз я ей пользовалась в марте прошлого года, когда ездила в Москву, и после этого она вот так вот лежала в косметичке, и тут я наводила порядок, и думаю, надо ее допользовать, что же она лежит? Она испортится же? И в общем, пару раз я накрасилась и поняла, что она уже испортилась, потому что начала страшно осыпаться под глаза. То есть так она красит, все хорошо, эффект такой, как надо, но осыпается просто дичайшим образом, чего раньше за ней не водилось как бы. Это, собственно говоря, на самом деле показатель для любой туши, что она испортилась. И если вы купили новую тушь, и она у вас сразу осыпается, скорее всего, вам просто попалась старая, которая либо долго лежала в магазине, либо долго лежала на складе, либо, может быть, какие-то неправильные условия хранения, там, перепады температуры или что-то такое. Потому что я свою любимую тушь от Essence, вот эту, точно так же определяю, что пора ее выбрасывать, что она все еще красит все хорошо, но она начинает осыпаться. Кстати, что касается эффекта на ресницах, вот эта от Nars хорошая мне понравилась, дает пышные, пушистые такие реснички, хороший достаточно объем, мне не столько критична длина, у меня свои ресницы довольно длинные, мне важен объем. Хороший эффект она дает на ресницах, но она не дает лучший эффект, чем моя любимая от Essence, примерно сопоставимый на самом деле, а стоит она в 10 раз дороже. И, кстати, у них даже, по-моему, похожие довольно-таки щеточки. Блин, как бы так показать? Вот. У Nars такая немножечко есть намек на форму песочных часов, а Essence просто здоровая, пушистая. Но Nars тоже здоровая, пушистая. В общем, очень похожие щеточки, очень похожий эффект. Только Nars полноразмер стоит около 30 евро, а эта стоит 2,79. И к тому же Nars в Рике не продается, а Essence продается в каждом супермаркете. Я, собственно, только с целью сравнения покупаю и только миниатюрки люксовых тушей, потому что я не вижу смысла платить дорого за тушь, при том, что одна из самых дешевых, которые я пробовала, дает максимально хорошие эффекты. Ни одна люксовая тушь пока что не смогла переплюнуть. Некоторые вот так вот сопоставимы, но цена как бы все равно работает в пользу Essence. Очень жаль, что Essence мне не платят, конечно, за рекламу этой туши, я бы кучу бабок заработала. Но, в общем, Nars я покупать не буду, но если вы по какой-то причине предпочитаете люксовые туши, там, может быть, упаковка вам больше нравится, может быть, просто вы вот не нравятся вам масс-маркетовские туши, может быть, вы знаете, что у вас там на масс-маркет очень часто аллергия бывает, то я смело могу рекомендовать хорошая, классная тушь для объема и для пушистых ресниц. Не с повседневным естественным эффектом, и я не уверена, что она сильно удлиняющая, она скорее именно объемная. Следующее, что у меня закончилось, это вот такая подводка от китайской марки Bangsir или Bangsir. Эта марка продается на Алиэкспресс, они вышли на меня в прошлом году, в начале прошлого года, с предложением протестировать их косметику, что я сделала. У меня было видео «Все лицо первых впечатлений от марки Bangsir». Вот здесь сделаю всплывающую подсказку для вас, если хотите посмотреть. И, наверное, больше всего меня впечатлила именно подводка, потому что это абсолютный стопроцентный аналог знаменитой подводки от Kat Von D Tattoo Liner. Причем, начиная от корпуса, который идентичен, за исключением надписей, и аппликатор такой же, и стойкость такая, и матовость такая же. В общем, все идентично абсолютно и стоит, опять же, в 10 раз дешевле. Kat Von D стоит что-то около 30, по-моему, евро 26-29, а это что-то около 2 евро, там от евро 80 до 2,40, там меняется на Алиэкспресс периодически цена. И, кстати, я ее сравнивал не только с Kat Von D, но еще с несколькими японскими подводками. У меня была от K-Palette, и сейчас вот у меня осталась последняя рабочая подводка, это Kiss Me Heroine японская тоже, и тоже, ну вот смотрите, они абсолютно идентичные корпусы, немножко у Kiss Me оттенок пластика другой, абсолютно идентичные, как бы вам так показать на фоне моей щеки, вот так вот, абсолютно идентичные у них эти кисточки, эти маркеры. В общем, это мой самый любимый тип подводок, именно фломастер с кисточкой, и я уже заказала банксир себе новую, потому что какие бы я ни пробовала другие подводки, это наилучшее соотношение цена-качество, и я хочу иметь возможность с ней сравнить, если я что-то буду новое покупать, что-то буду пробовать. Так что уже ко мне едет, недостаток, конечно, заказа с Алиэкспресс, что долго приходится ждать, но, слава богу, у меня есть еще японская, она тоже на последнем издыхании, на самом деле, но я надеюсь, что скоро приедет моя зазнова. Также, можно сказать, закончившееся макияжное средство, я просто выбрасываю спонж, простите, что он не мытый, не стала мыть спонж, который все равно в мусорку отправляется. Это тоже китайская с Алиэкспресс марка, только от УО. Они не так давно, несколько месяцев назад, прислали мне косметику на тестирование, и спонж мне, в принципе, понравился, но я, честно скажу, лучше, чем вот этот фиолетовый, на мой взгляд, у УОТУО спонж белого цвета. Он у меня сейчас был в ходу, я сейчас его отложила, потому что я ротацию спонжей, тестирую спонжи, но, в общем, если говорить про спонжи УОТУО, то, на мой взгляд, самый лучший белый. Он такой очень мягкий, воздушный, как зефирка. Этот чуть-чуть поплотнее, но тоже, в принципе, вполне рабочий. Единственное, что с китайскими спонжами недолго они служат. Если бьюти-блендером я много-много месяцев, полгода, даже, не знаю, там, 8 месяцев могу пользоваться, то китайские за 2-3 месяца приходят в негодность. Здесь вот уже вырвался кусок, и такие вмятины появились, которые не разглаживаются, даже если его намочить. И вот поверхность попка спонжа становится такая, я даже не знаю, как будто воском забитая. Может быть, это связано с тем, что я практически все наношу спонжем. Я не пользуюсь почти что пудровыми продуктами для лица. Я в основном кремовыми, и все их наношу именно спонжем. И, наверное, поэтому у меня вот эта вот поверхность вот в этом месте, где самое основное использование быстро приходит в негодность. Ну, в общем, да, спонжи – это у меня обязательная составляющая. Всегда у меня на туалетном столике есть спонж, и этот вполне окей, но если говорить про ОТО, то белый, на мой взгляд, лучше. Ну и как раз вот то, что уже перехлестнулось в феврале, буквально сегодня утром мыло спонж, и закончилось у меня мое любимое средство. Оно, в принципе, для очистки спонжей и кистей, но я кисти им не мою. Я кисти обычно мою просто жидким мылом, а вот для спонжей – это классная штука. Просто кисти вымываются и жидким мылом достаточно легко, а спонж, во-первых, хуже мы вымывается, во-вторых, от жидкого мыла надо очень долго из спонжа выполаскивать пену, а это хорошо расщепляет макияж, хорошо отмывает, и при этом пена очень быстро выполаскивается. Отличное средство, покупаю на ebay всегда большими сразу наборами, по две, по три штуки, и сейчас у меня три штуки стоят в загашнике, ну одну я начала и две еще запасные, но мне тут подсказали, что на iHerb есть похожая штука, тоже недорогая, тоже недорогое средство для мытья спонжей и кистей, я оставлю на экране картинку, как это выглядит, и ссылочку внизу поставлю, но я сама еще не пробовала, но определенно в следующий iHerb заказ я докину, но не сказать, что дико выгоднее получается, потому что с учетом доставки растаможки с iHerb цена для меня немножко возрастает, но если вы, допустим, в России находитесь, у вас растаможки нет, то для вас определенно с iHerb будет выгоднее заказать, чем японская с... Ну и плюс еще сейчас с ebay такие проблемы с Азией, что вот к нам посылки доходят через одну, я, мне кажется, два или три раза я заказывала это средство, и мне не приходила посылка, мне продавец возвращал деньги, я заказывала снова у следующего продавца, там мне опять не приходила посылка, возвращали деньги, и наконец-то мне удалось заказать и получить, и теперь у меня есть некие запасицы, но если iHerb будет так же хорошо, то я, скорее всего, перейду на него просто из... Не то чтобы больше... Не то чтобы быстрее доставка с iHerb, потому что тоже к нам долго идут посылки, где-то недели три, но, по крайней мере, они жестко идут 3-4 недели, и потом приходят, и ни разу у меня посылка с iHerb не потерялась, и ничего такого не было, то есть, по крайней мере, я знаю, что это до меня дойдет, а с eBay каждый раз сейчас лотерея какая-то. Ну и переходим к уходу. Кстати, в этот раз, что удивительно, в кои-то веки у меня немного средств. Очень давно, где-то сразу после Нового года, закончилась сыворотка от Estee Lauder Advanced Night Repair Synchronized Multi Recovery Complex. Насколько я помню, осенью 2020 года компания Estee Lauder в очередной раз обновила формулы этой сыворотки, они периодически какой-то апгрейд производят, потому что ей, по-моему, больше 30 лет уже, или 30 лет, что-то такое. И в связи с этим событием, что обновили формулу, мне сеть магазинов Douglas Latvia прислали на тестирование эту сыворотку, и я про нее очень подробно говорила в косметике, которая идеальная, но слишком дорогая. Это очень хорошая, приятная сыворотка, пептидная, питательная, увлажняющая, очень комфортная, мне очень нравилась, она по всем параметрам, но цена больше 100 евро за 50 миллилитров, это выше моего болевого порога, как я это называю. Для меня это дорого. Может быть, с 50% скидкой я бы эту сыворотку и купила. Но, кстати, есть еще один нюанс, я вот назвала ее в том видео идеальной, но я нашла все-таки у нее один небольшой недостаток. Он не для всех недостаток, но лично для меня. Эта сыворотка конфликтует с маслами, то есть, если нанести ее на лицо, а потом сверху попытаться добавить масло, то все начнет дико скатываться. И это не критично для многих людей, потому что не все далеко любят использовать вообще масло в уходе, и не всем это нужно по типу кожи, но для меня это недостаток, потому что у меня кожа, особенно зимой, склонна к сухости, и я хочу иметь возможность добавить в свой уход масло, таким образом сделав уход более питательным. Эта сыворотка этого не позволяет сделать. Если я ей воспользовалась, то все, я уже масло не могу наносить. Я только крем могу сверху добавить или другую какую-то сыворотку, но без масляной составляющей. Это не очень большой недостаток, потому что, допустим, летом я бы могла ей с удовольствием пользоваться, когда мне масло на лицо наносить не надо, но она, к тому же, дороговато для меня. Я знаю, что в России бывают типа 40-50% скидки на люкс, но у нас, в Латвии, я такого никогда в жизни не видела. Чтобы 50% была скидка на Estee Lauder. В общем, да. Если это в вашем ценовом диапазоне, то я ее рекомендую. Это средство, на самом деле, закончилось у меня значительно раньше января, может быть, даже в ноябре, потому что это гель-праймер, который шел в наборе к NuFace, к прибору NuFace, и он достаточно быстро у меня улетел, когда я начала каждый день пользоваться. И я просто его не выбрасывала, потому что я его хотела показать в видео про NuFace, в своем обзоре этого прибора. Но в итоге оно у меня пролежало в пустых банках, и я забыла его показать даже, по-моему. В общем, не суть. Это прозрачный гель, который рекомендует компания NuFace использовать в качестве проводящего геля при применении этого аппарата. Ничего особенного я в нем не заметила. Мне не понравилось особо с ним работать, потому что производитель рекомендует снимать его влажной салфеткой, то есть, по сути, смывать. А зачем брать дорогущий, он очень дорого стоит, эта штука, гель, намазывать его, чтобы потом была необходимость его смывать, если можно взять дешевый гель, намазать и не смывать его потом, и оставить его увлажнять кожу. Я не понимаю смысла. Мой обзор на прибор NuFace вы можете найти вот здесь, по всплывающей подсказке или внизу в описании к видео по ссылке. И он, к сожалению, не произвел на меня впечатление. Я не увидела от него какого-то значительного эффекта. Но даже если бы я увидела значительный эффект и сказала бы, вау, это круто, я бы не стала покупать вот этот вот гель-праймер. В общем, я все сказала. Ну и уже засветила я эту пустую банку. Закончился у меня гель Алоэ Холика Холика. Собственно говоря, с NuFace я его и использовала. Я очень люблю гель Алоэ. У меня всегда в уходе должен быть гель Алоэ. И, естественно, я выбираю варианты, которые не содержат в составе спирта. Холика Холика именно такой вариант. Спирта в составе нет, жестких консервантов каких-то нет. Но все-таки это не мой фаворит в смысле гель Алоэ, потому что мне не нравится банка. Она не встает у меня ни в одну полку, ни в один шкафчик. Я ее только могу поставить на комод. И все, и больше никуда. Поэтому это не мой первый выбор в том, что касается геля Алоэ. Но есть у Холика Холика одно большое преимущество. Его в Риге можно пойти и купить просто в магазине. Тогда, когда я смогу выйти из дома, когда закончится мой карантин, который непонятно вообще сколько продлится. Ну ладно, черт с ним. В общем, в любом случае, эта штука в Риге есть в наличии обычно. Практически в любом, опять же, супермаркете. Потому что в сети магазинов Дрогос продается. А мой любимый гель от Benton нужно заказывать либо с eBay и опять играть в русскую рулетку, придет или не придет. Или с какого-то сайта, типа там Rose Rose Shop, Jolsy, Style Korean. И платить, соответственно, за доставку. Или с Естайла и ждать чертову ему времени. Потому что посылки с Естайла сейчас больше месяца к нам идут. В общем, я не зарекаюсь от того, чтобы купить повторно Holika Holika. Кстати, он в Риге стоит подороже немножко, по-моему, чем на азиатских сайтах или на eBay. Но опять же, зато преимущество в том, что получаешь его здесь и сейчас. Не нужно платить за доставку, не нужно ждать, не нужно надеяться, что посылка дойдет и не придет. Потому что в этих утерянных посылках больше всего мне не нравится даже не то, что ты деньги не теряешь, тебе деньги-то возвращают. Но сколько времени? Ты два месяца ждешь, что придет посылка, а она в итоге не приходит, и тебе нужно заказать снова, и еще два месяца ждать, и опять же думать, придет она или не придет. Я готова переплатить иногда, и просто пойти, и без геморроя лишнего купить. Так что вполне возможно, что этот гель я повторю. Но пока нет, потому что пока у меня есть еще банка Benton, и у меня еще есть израильский гель Алоэ, который мне прислала в подарок подписчица. Так что когда они закончатся, тогда я буду думать, что и как, каким образом возобновлять поставки геля Алоэ в мою ванную. Но это тот продукт, который обязательно всегда у меня должен быть. Я его огромным количеством способов использую. Если у меня не кончились всплывающие подсказки, то вот здесь будет видео по поводу того, какими разными способами я применяю гель Алоэ в своем уходе. Забыла сказать, что этот гель от Холика Холика мне был прислан в качестве пиара от сети магазинов Дрогос, как раз где он у нас продается. Еще один продукт, который был прислан в качестве пиар, и тут мне немножко даже стыдно. Это мне прислала Менос Аптека, то есть наша матвийская сеть аптек. Это крем для рук от, я так поняла, итальянской марки Форма Макс. Да, Форма Макс. Крем для рук с 5% мочевиной. И стыдно мне, потому что я не успела даже про него написать в инстаграм-пост, и он у меня уже закончился. Он у меня просто улетел, поскольку я не стала его использовать в качестве крема для рук, а стала его использовать в качестве крема для тела. Объясню почему. Подобная упаковка, во-первых, во-первых, у меня непроблемные руки, мне не очень часто нужен крем для рук. И, соответственно, я предпочитаю брать этот продукт в тюбике или в помпе, а не в открытой таре, куда я должна залезть пальцами и потом закрыть и оставить. И, соответственно, он может портиться от этого в помпе или в тюбике. Гораздо меньше шансов, что продукт будет портиться, потому что кремы для рук у меня очень долго расходуются. И вы, если давно меня смотрите, знаете, что крайне редко в пустых банках у меня кремы для рук. У меня вот на туалетном столике стоит помпа. Я какой-то неудачный крем для тела перелила в нее. И вот, не знаю, год, мне кажется, она уже стоит у меня. В общем, руки у меня не проблемные. Мне не очень часто нужен крем для рук. И обычно еще, к тому же, я когда намазываю свой уход на лицо, я его же намазываю и на руки, потому что руки тоже выдают возраст женщины. Но мой возраст руки тоже не выдают. Они у меня такие же налитые молодостью, как и мое лицо, что не может не радовать. В общем, я сразу понимала, что такой крем для рук в открытой таре мне не нужен. Но мочевина – это дико классный ингредиент, который я очень люблю. И я решила использовать этот крем в качестве крема для тела. И он еще потрясающе пахнет. Какой-то мороженкой, каким-то десертом. Я не знаю, не могу остановиться нюхать. Такой сладкий запах, но вот десертный. Но мне очень нравится. По консистенции это было такое легкое, очень слегка взбитое что-то. Ну, не суфле, это не крем-суфле. Но крем такой легкий, слегка взбитый. По-моему, чуть-чуть такой с перламутром. И я его стала использовать на тело. И сначала я его стала использовать на тело, на себя. А потом ко мне переехала мама, которая после больницы была. Естественно, у нее вся кожа была очень сухая. И на теле, и на лице. И я стала ее со всех сторон мазать, чтобы привести в порядок. Ну, это же и дискомфортно тоже, когда у тебя все сухое. И вот этот крем мы добили просто в какие-то рекордные сроки. Я, к сожалению, не знаю, сколько он стоит. Здесь 75 миллилитров. И если он не дико дорогой, я с огромным удовольствием куплю его повторно. Именно чтобы использовать в качестве крема для тела. Очень крутая штука, мне понравилась. Как крем для рук, он, наверное, тоже хороший. Но просто я не могу его оценить, потому что у меня с руками никаких проблем нет. Это вот как крем для тела легкий, увлажняющий, при этом нелипкий, быстро впитывается, приятно пахнет. И мочевина это то, на что моя кожа всегда реагирует очень хорошо, хотя здесь маленький достаточно процент. Ну, в общем, прекрасная штука. Как бы не забыть. Наверное, надо не выбрасывать банку или сфотографировать, чтобы не забыть, что я его хочу повторить. Не очень часто меня впечатляют настолько сильно продукты для тела. Это редкий случай. Еще один продукт для тела, но это мой многолетний фаворит. Очень люблю вообще марку Стендерс. Обожаю просто. Очень много у них продуктов, которые я люблю. И в данном случае это суфле для душа с ароматом розы. Вообще, у Стендерс моя любимая линейка с розой. Очень такой... Ну, это, кстати, сладковатый такой запах розы. Вот мне нравится пена для ванны и скраб. Они прям так дико натурально пахнут розой. Прямо вот розовые лепестки. А это такой... Такое варенье из розы, я бы так сказала. Суфле это очень интересная текстура. Она не похожа ни на крем. Она похожа на зефир. Вот я бы сказала как. И его достаточно сложно использовать. Просто если зачеркивать рукой, это такой вот как тверденький зефир. Он начинает под действием воды как бы растворяться и пениться. Но мне дико нравится. У меня есть такая щетка для спины тоже от Стендерс. Я сейчас принесу, вам покажу. Вот. Она, конечно, не только для спины. Она, в принципе, для всего тела. Но я ее использую именно для спины. Потому что туда я иначе, кроме как при помощи щетки, дотянуться не могу. И вот мне очень нравится вот эту щетку вот так вот засовывать в эту банку. Набирать это суфле и тогда мыться. О, какой кайф, как мне нравится. Обязательно куплю, конечно же, еще. У меня всегда в ванне на полке хотя бы один-два продукта от Стендерс есть. Сейчас вот у меня все позаканчивалось. И это прям трагедия и боль. И надо сделать заказ. Но из-за того, что я в карантине, я не очень хочу даже интернет-заказы, честно говоря, размещать. Хотя, наверное, пофигу, они привезут на Пакамат и мне привезет просто муж эту посылку. Может быть, даже я прям сегодня закажу себе. Потому что у меня и пена для ванны закончилась, и скраб, и вот эта штука. И, в общем, люблю, обожаю, всем рекомендую. Но только учтите, что текстура специфическая. И в зависимости от того, как вы привыкли пользоваться пенящимся средством, гелем или мылом или еще чем-то, то оно вам может подойти или не подойти по текстуре. Мне вот в такой комбинации подходит просто идеально. И последний продукт уходовый. Это вот такой очищающий бальзам корейский марки, который называется Beauty of Josion. Я не уверена, что я правильно произношу. Скорее всего, неправильно. На экране сейчас напишу, как это пишется. А на упаковке, на самом деле, даже латинских букв нет вообще. Только, по-моему, Made in Korea. Да, все остальное невозможно прочитать. И я купила его на iHerb. На него много достаточно положительных отзывов. Но мне он не понравился. Белый классический бальзам. Похож немножко по текстуре на Clinique. На Hamish немножко меньше похож. Он такой потаивающий. То есть, в зависимости от температуры окружающей среды, он либо более густой становится, либо более жидкий. Скорее, вот похож на масляный бальзам, но чем на вот такие, а-ля, то, что я щербетами больше люблю называть. Типа Hamish, типа Green Clean от Pharmacy, типа Bonilla Co. Но в данном случае, кстати, интересно, что он не содержит масел, как мне написали в комментариях. И это почему-то преподносится как что-то положительное, потому что, дескать, он не может вымывать липиды из кожи. Я что-то очень сомневаюсь, что бальзамы масляные достаточно долго задерживаются на коже, чтобы растворять липиды. Поэтому я не ищу бальзам, который не содержит масел обязательно. Но если вы вдруг искали, то это как раз оно. Но мне не понравился запах. Ужасно не понравился запах. Приторный, сладкий, фу, противный, с трудом допользовала. Вот реально с трудом. Не могу, соответственно, рекомендовать. Но знаю, что у него масса поклонников, и многим он нравится. Но у меня специфические носы, специфические отношения с запахами. Я некоторые запахи не чувствую совсем. Другие запахи чувствую очень гипертрофированно. Вот тут в данном случае это как раз вариант, когда я запах чувствую очень гипертрофированно, и мне он не нравится. И по этой причине не могу рекомендовать, и повторять, естественно, не буду. Технические характеристики все окей. Он смывал отлично макияж. Никаких претензий у меня к нему не было. Но запах... Я вот даже сейчас нюхнула и так отдернулась сразу. В общем, не мой продукт. На этом на сегодня все. Если вы хотели знать, чем я накрашена на губах, у меня тонированный бальзам от Becca в оттенке Swell. Он почти что бесцветный. Очень-очень полупрозрачный, нежно-розовый. Очень питательный, очень приятный, очень комфортный. А на глазах у меня палетка мини-брейкер от Jeffree Star, на которую уже вышел обзор. Так что сейчас на экране появится подсказка. Можете перейти посмотреть этот обзор. А мы с вами скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok